9 мая во всех магазинах м-видео начался ранний старт продаж главного блокбастера для playstation 4 uncharted 4 путь вора почему если у вас еще нет playstation 4 ее надо брать именно сейчас а главное чему игра может научить современную игровую индустрию смотрите в нашем обзоре без преувеличения uncharted можно назвать одной из лучших приключенческих серий современности индиана джонс ушел на заслуженную пенсию томбрайдер с ларой кров на горбу переживает перезапуск с кардинальной сменой имиджа на их фоне натан дрэйк все еще смотрится новичком герой с которым незнакомо поколение постарше после премьеры одних из нас другого хита от naughty dog на разработчиков легла казалось бы непосильная задача теперь им предстояло угодить сразу всем и фанатам приключений uncharted и тем кто признал the last of us одно из лучших игр последних лет и у них это получилось но как уже даже не моветон называть авторов игры законодателями моды сам джей джей абрамс как-то сказал когда вы карабкаетесь по падающему в пропасть поезду это лучшее что я видел в истории игр кино и телевидение режиссер новой миссии невыполнимо племя изгоев пошел еще дальше он настолько вдохновился третьей частью uncharted что в своем последнем фильме воспроизвел знаменитую сцену с самолетом только вместо дрэйка в главной роли был том круз все вышеперечисленное не оставило шанса завистникам путь вора обещал стать новым хитом и стал им после событий третьей части прошло три года наш герой остепенился купил дом и проводит свои серые будни работой в судоходной компании вечерами он сдувает пыль со своих трофеев которые томятся в коробках на чердаке играет женой в игру кто сегодня моет посуду и грезит воспоминаниями о былых приключениях тут стоит отметить что авторы не просто показали семейную жизнь героя они провели ехидную параллель с реальностью в детстве мы играем видеоигры носимся по двору и зарабатываем шишки но стоит немного повзрослеть как все былые приключения превращаются в тыкву на наших глазах герой оживает когда давным давно утерянный брат возвращается в его жизнь серые тона маленького офиса сменяются яркой палитрой мадагаскарских джунглей пиратских островов и мифических стран и натан снова превращается в того самого героя готового пуститься во все тяжкие без запасного плана прыгать над весные скалы без страховки мчаться по хлипкому веревочному мосту идти ва-банк в переговорах с пиратами но разве не за это мы так сильно любим жанр приключений не за возможность вырваться из мирской суеты побывать в сказочных городах украсть какое-нибудь древнее проклятое сокровище и потом разгребать последствия в этом весь анчарты только на этот раз в еще более красивой обертке новые подвиги старая команда каждый герой будь то главное действующее лицо или второстепенный персонаж живой у нотидок получилось вывести драму в формате видеоигр на новый уровень до которого не каждый голливудский блокбастер сегодня может дотянуть тут стоит отметить что uncharted 4 в принципе выбрала в себя все лучшее что происходило с серией за 10 лет ее существования авторы научились выводить игрока из состояния скуки после затянувшегося клаймбинга или слишком долгой перестрелки едва веки начнут тяжелеть как на экране происходит что-то из ряда вон выходящие вы снова в игре переполнены эмоциями восторг от открытий подлинный адреналин перед падением в пропасть бешеный смех над шутками заразительный подводя итог хочется верить что пример нотидок не останется без внимания авторы uncharted показали всему остальному миру как надо делать блокбастеры ник дракман и брюс стерли это джордж лукас и стивен спилберг современности в плане режиссуры и том харди от мира и игр если мы говорим об открытиях для жанра и мы с ребяческим восторгом берем в руки дуал шок чтобы в последний раз погрузиться в головокружительные приключения и подвести финальную черту в истории натана дрейка он заслужил спокойную старость но перед этим еще громко хлопнул дверью автор текста юра чамп текст читал тоже юра чамп